Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Почему мужчина переписывается с бывшей? Встречаемся больше года. Случайно увидел в мессенджере фото его бывшей, с которой они расстались примерно весной прошлого года. Из-за постоянной ругани. Спросила вы, что переписываете. Знаю, рассказывал сам, что расстались они по обоюдному согласию. Перед Новым годом она написала ему, предложила возобновить связь, он отказался, так как был в серьёзных отношениях со мной. Потом прорабатывал патологию этой связи. Не знаю точно, что это значит, только то, что она его достала. В конце лета он говорил, что они с того момента не переписывались. Сегодня узнаю, что они переписываются периодически, раз в месяц, два, не знаю о чём, он тоже не рассказал. На вопрос, зачем, это ему сказал, что надо. Считает, что ничего такого не сделал, за что с него можно требовать отчёт, и что ему обидно, так как каждый день он выбирает меня. Физически он мне не изменяет уверенно, переписывается с довольно большим количеством женщин, в том числе и с бывшими. Как выяснилось? Не знаю, как на это реагировать, по-моему, это неправильно по отношению ко мне. Сама я с бывшими и другими мужчинами не переписываюсь, когда нахожусь в отношениях. Как себя дальше вести, не знаю, по-моему, надо расставаться. Но отношения перспективные, и не хотелось бы губить их из-за простых переписок. На что здесь хочется обратить внимание? Ну, пожалуй, на то, что вы выделяете отношения, а не мужчину. И, в общем-то, то, что вас удерживает, на данный момент, в отношениях, как мне, по крайней мере, показалось. То, что вас, вот, именно удерживает. Это, я бы сказал, что именно момент, связанный с перспективностью отношений. А не, собственно, сам мужчина. Не его личность, так сказать. И вот это, наверное, самое здесь неприятное во всей этой ситуации, потому что, если вас интересуют по факту сами отношения больше, чем личность, то, я думаю, что действительно стоит расставаться, потому что выстраивать отношения ради отношений идея не очень хорошая. Это первый момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Второй момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание, заключается в том, что вы, говоря о незнании того, как реагировать, в принципе, уже на это как-то реагируете. Ваша задача заметить, то, как вы, как вы реагируете. И, в общем и целом, ну, как-то вот об этом, да, заявить, как-то об этом, быть может, сказать, как-то об этом донести. Ну, Apple донести. Донести и, в общем и целом, ну, действительно выразить. Следующий важный момент, на который, наверное, хотелось бы ваше внимание обратить, это то, что вы по себе судите. То есть, вы говорите, что, ну, я вот, я вот как бы не общаюсь с мужчинами, да? И тонкость, как мне кажется, заключается в том, что, да, вы не общаетесь с мужчинами, это правда, но это совсем не значит, что мужчина не может этого делать. То есть, это совсем не означает, что человек должен поступать так же. И, на мой взгляд, вам нужно не судить людей по себе. А больше, например, обращать внимание на то, а я-то вообще, я-то вообще чего хочу, да? Мне-то вообще что, как бы, ну, нужно, да? Вот, ну, условно говоря, вот в этой, например, ситуации, в которой вы оказались, и вообще в отношениях каких-то, в частности. Вот. Это, на мой взгляд, момент куда более важный, чем, допустим, то, о чем вы говорите, ну, вот, к примеру, сейчас. Просто, 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 просто потому что. Дальше. Вообще, если вы считаете, что такое отношение к вам, как вы говорите, если такое отношение к вам неправильное, то, хотелось бы, наверное, немножечко это понятие, что называется, раскрыть. То есть, что значит неправильно? Если вы считаете, что так не должно быть, то, ну, нужно об этом заявить, если вы считаете, что так быть не должно. Если у вас определенные, скажем так, допустим, ценности есть, хорошо, об этом тоже нужно сказать, об этом тоже нужно, нужно заявить. Вот, чтобы, ну, мужчина, например, да, чтобы он знал о том, что происходит. Вы же здесь, как бы, спрашиваете, зачем? То есть, это позиция больше, знаете, такая, ммм, преследующая позиция. Это больше позиция именно вот преследователя, нежели чем позиция равноправного, так скажем, партнера. И, на мой взгляд, это может быть довольно серьезной проблемой. Вот. Понимаете, да, о чем идет речь? Поэтому я бы, вот, ваше внимание заострил бы, сфокусировал бы именно на этом. Вот, именно на этих нескольких аспектах. Значит, первое, это то, что между вами и мужчины общего, да, ну, что вас связывает, что вас объединяет, как вы видите вообще вот, ну, как вы видите человека, как вы видите, и видите ли вы его как личность, да, второе, это то, чтобы обсудить момент, что он общается с другими женщинами, вам позволить, значит, ну, проявляться своим чувством, ему позволить как-то вот рассказать о том, что для него это значит, и дальше уже можно будет говорить о принятии какого-то решения. Вот, сейчас, к сожалению, говорить о принятии решения не приходится, потому что, ну, на мой взгляд, слишком у вас все вот так вот воинственно и максимально приближено к конфликту, к скандалу, я бы так сказал, да, вот, ну, в любом случае, да, ссора ничего не решит, абсолютно ничего не решит ссора, абсолютно ничего не решит конфликт, и самое главное, что, в общем-то, и расставание тоже ничего не решит, ну, просто этот вопрос, почему вы в отношениях, в первую очередь, понимаете, как бы, то есть, если вы в отношениях только потому, что они перспективные, ну, я боюсь, что это не самый лучший расклад для вас, на мой взгляд, как раз таки и есть, вот, проявление неправильного отношения к вам, то есть, вот, если, если, где-то и есть неправильное, вот, отношение, то вот оно здесь, на мой взгляд, вот, потому что находиться в отношениях только из перспективности, это, по меньшей мере, неуважение к себе, да, и это определенная, вот, как бы, потребность в том, чтобы человек, человек вел себя соответствующим образом, а что делать, если он вот так себя не ведет, что делать, если у человека какие-то другие, другие взгляды, вот. Хочется сказать еще один важный момент, связанный с тем, что мужчина говорит, что ничего он не сделал, и вы сами говорите, что он вам, как вы уверены, не изменяет физически, вот. То есть, мне кажется, что проблема здесь не является как бы локальной, то есть, что он общается с бывшим, мне кажется, что фактом заслуживающего внимания является то, что он общается просто с, ну вот, с другими женщинами, да, вот. И опять же, что это значит для вас и так далее, то есть, какого рода вы выстраиваете отношения, что это за отношения, потому что довольно большое количество людей выстраивает отношения весьма однобоко, то есть, они выстраивают отношения несколько ограниченно, к сожалению, и, на мой взгляд, вот, задача заключается в том, чтобы максимально расширять какие-то вот точки соприкосновения между вами, чтобы вы могли вот, ну, соприкасаться, да, друг с другом в как можно больших местах, чтобы вы могли взаимодействовать друг с другом как можно, как, в как можно больших моментах. Ну вот, сейчас этого, к сожалению, не происходит и, соответственно, в этом может заключаться серьезная, серьезная проблема. Вот. Вполне может быть и такая история, что мужчина всегда таким был, вообще, надо бы задать ему вопрос, а какое отношение для тебя имеет то, что ты общаешься с другими женщинами, да? Вот. И посмотреть, в общем-то, на то, что он скажет, может быть, для него это отношение вообще никакого не имеет и вы придаете это отношение вот исключительно, там, опираясь на, допустим, ну, свой опыт, да? Вот. Не то, чтобы это было плохо, конечно, но это вопрос того, а только ли вот вы ну вот, так на это реагируете, да? только ли вы так на это реагируете, а потому, что вам кажется, что это неправильно, ну, что это неправильно. Не может ли быть здесь чего-то еще? то есть, не может ли здесь быть вашего страха, не может ли здесь быть вашей неуверенности в себе, ревности, тревожности по поводу, ну, вот вы заговорили, да, про измену и, соответственно, как-то вот хочется тоже этот момент раскрыть, потому что вы об этом заговорили, вот, то есть, как мне кажется, что вот эти аспекты все нужно рассмотреть, для того, чтобы вам лучше себя понимать, чтобы вам лучше в себе разбираться, как мне кажется, вот, ну, конечно, решать этот момент исключительно вам, вот, за вас, понятное дело, решать никто не будет, это вполне логично, вот, поэтому вот я думаю, что примерно такой ответ можно вам дать. Определитесь с приоритетами, определитесь, разберитесь в себе, на что вы опираетесь при продвижении такой позиции, вот, донесите до человека, может, свои чувства, получите обратную связь, и дальше уже можете, в принципе, решать, что делать дальше, вот. и отдельным, пожалуй, вот, отдельным, пожалуй, пунктом идет момент того, чего вы хотите от человека. Это, пожалуй, вот отдельным пунктом идет этот момент, потому что, это, ну, было бы очень неплохо, если бы вы для себя как-то вот определили бы, поняли бы, заметили бы, чего вообще вы хотите от мужчины, да, и говорили бы ему об этом, о том, вот, чего вы хотите вообще от него. это было бы очень, как мне кажется, полезно, в данном, ну, в данном случае, в данном контексте, вот. и вы бы для себя смогли бы, вот, в какой-то степени решить, куда вам двигаться дальше, вот, хотите ли вы двигаться дальше, и так далее. на этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это вам позволит начать работать, работать над тобой, вот, я вам желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощь, вам она пригодится. Спасибо. Продолжение следует...